Первый из трёх этапов открытого чемпионата Республики Беларусь по плаванию в категории мастерс прошёл в 25-метровом бассейне Брестского физкультурно-оздоровительного комплекса. В целях безопасности соревнования проходили в сокращённом формате. В них приняли участие порядка 90 спортсменов из всех регионов нашей страны. Это чемпионат Беларуси. Он состоит из трёх этапов. Первый этап сейчас у нас в Бресте, второй этап будет в Гомеле, третий этап уже в конце года будет в Минске. То есть соревнуются клубы, белорусские клубы. По итогам вот этих трёх соревнований выявляем победителей сильнейший клуб Республики. Начинаем Новый год. Хочется результатов. Люди тренируются. Вторая молодость наступила у людей. Кто-то недоплавал в молодости, сейчас себя реализует. Люди тренируются почти как настоящие спортсмены. Чуть ли не ежедневно есть такие, которые тренируются. Поэтому хочется и результатов. Но самое главное, конечно, это всё для души. Участвую очень давно. Ещё с прошлого века. Эмоции просто шикарные. Позволяет себя держать в форме постоянно. И постоянно встречаешься с друзьями. Просто это не передать словами. Несмотря на то, что соревнования проводились среди спортсменов из восьми клубов Национальной Федерации Плавания, здесь свои силы могли испытать и любители. Общее правило для всех – возраст от 25 лет. Ограничения к верхней планке по возрасту не предъявлялись. Самый опытный пловец из Гродно 2 февраля отметил 75-летний юбилей. Я занимаюсь плаванием уже давно. Сам тренер с 45-летним стажем. В категории «мастер» стал выступать в 2011 году этого столетия, когда мы поехали в Ялту. И там я стал бронзовым призёром чемпионата Европы. Это вот и толкнуло меня на то, что продолжать наше «мокрое» дело. Я в 2017 году стал чемпионом мира в Будапеште в категории 70-74. Тогда мне был 71 год. Продолжая тренироваться, на следующий год я стал чемпионом Европы. Большинство участников в прошлом – профессиональные спортсмены, которые по разным причинам оставили большой спорт. Однако и сейчас они находятся в прекрасной форме, постоянно укрепляя организм и развивая свои физические возможности. Спасибо большое Федерации белорусской плавания, мастерс нашей организации, Роману Костисину, который координирует это движение. И, конечно же, городу Бресту и клубу «Аквастарс», который организовали. Потому что сейчас же время непростое. Пандемия. Очень сложно, очень непросто это организовать. И, конечно, мы рады, что вы нас собрали, Брест нас собрал. Это очень здорово. В программе соревнований заплылы на 50 и 100 метров всеми стилями, 100 метров комплекс, смешанные эстафеты. Женщин в турнирах категории «Мастерс» значительно меньше. Но это не мешает им показывать высокие результаты и устанавливать личные рекорды. Представляю клуб «Свим Минск Мастерс». Это мои первые соревнования. Первый раз тут участвую. Эмоции просто зашкаливают. Не ожидала пропасть по такому результату. Отрыв был просто огромный. Но надеюсь, что в дальнейшем буду продолжать выступать, улучшать результаты. Потому что не хватает этих эмоций, которые были раньше на соревнованиях, когда участвовала профессионально. И снова окунуться в это все – это просто невероятно. Соперники сильные. Эмоции. Ты встречаешься с соратниками, с людьми, которые вот этим живут. Поэтому сам как на подъеме выходишь на старт и хочется всегда побеждать. Поэтому я рада, что я сегодня показала один из высоких результатов. Ну, побеждает всегда сильнейший. Но мне очень приятно быть в Бресте, выступать. До сих пор быть в первых строках на лидирующих позициях. Пока участники соревнований устанавливают рекорды в Беларуси. Но, как знать, возможно, именно эти достижения станут залогом будущих международных успехов. Продолжение следует...